Три новые звезды зажглись в центре Киева. Украинскую аллею славы открыли в ноябре 2015 года. На ней уже больше 20 звезд с именами выдающихся украинских актеров и певцов. Сегодня площадь пополнилась еще и спортсменами. Елена Дидух видела, как зажигали звезды и готова поделиться подробностями в сюжете. Первую звезду установили в честь памяти одного из лучших тренеров в истории футбола, бессменного наставника киевского «Динамо» и сборной Украины Валерия Лобановского. Увековечить его имя на площади звезд доверили внуку Мэтра Богдану. Он учится на кафедре футбола Национального университета физической культуры и спорта и готов продолжить дело любимого деда. Такое приятное ощущение. Гордость берет, что это был мой дедушка и что его помнят люди до сих пор. Вот это в первую очередь важно и приятно. Вторая табличка славы досталась украинскому футболисту и тренеру, обладателю золотого мяча Олегу Блохину. Звездную компанию футболистов разбавила биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира и Европы Елена Петгрушная. Первое, о чем я подумала, неужели я достойна быть рядом с ними в одной линии и чтобы здесь была моя звезда. Я так рада, что впервые встретилась с Олегом Блохиным. Он и Лобановский – это легенды украинского футбола и мне чрезвычайно приятно быть рядом с ними. Теперь я буду приводить сюда друзей и показывать, что здесь увековечили нашу фамилию. Поддержать коллег-спортсменов пришел чемпион Олимпийских игр 2018 по лыжной акробатике Александр Абраменко. Я, конечно, рад за всех троих, но пришел поддержать конкретно представительницу зимних видов спорта Петрушну, потому что пока что я был один-единственный со звездой из зимних видов, а теперь нас двое. Это очень приятно. Памятные знаки изготовлены из латуни размером 30 на 60 сантиметров и имеют специальный код. По нему через мобильное приложение можно узнать о достижениях выдающихся спортсменов, актеров и певцов. Всего на так называемой «Аллее славы» заложили 22 звезды. Елена Дидух, Александр Прозоров, UA-TV.